Привет всем! Есть такой вот железнодорожный фонарик. Такие фонари выдавались железнодорожником. Это такой сигнальный фонарик. Светит он светодиодами. Три светодиода. По цвету можно рассмотреть, что вот этот вроде бы красный, этот зеленый, а этот, скорее всего, белый. Фонарик с интересным корпусом. Ручка у него сверху, чтобы удобнее было держать, чтобы он вниз висел, и можно на пальчиках держать. Здесь вот у него зарядка, зарядное гнездо. Ну тут, видимо, батарейка в этом корпусе стоит, аккумулятор какой-то. Сзади видим выключатель на два положения. Нет, внутри нейтральная, красный и зеленый. Сверху имеется еще одна кнопочка. Она не фиксируется, но, скорее всего, это белый свет. Красным и зеленым сигналом, видимо, надо долго светить, и поэтому сделан тумблер. Ну, с фиксацией. С этой стороны ничего интересного нету. Карабинчик тут с лямочкой, чтобы на руке носить. Так как это железнодорожный фонарь, и нужно светить вдаль, паровозом сигналить. Скорее всего, угол линз тут небольшой. Ну, примерно где-то градусов 5-10. 5-го, 4-5-10, 5-го утра. Да-да-да. Вот эта часть металлическая. Видно, что она тут проживела. Остальное пластик. Здесь она завальцована с двух сторон. И, скорее всего, вот эту часть будет проблематично разобрать. Ну, может быть, ее и не надо будет разбирать. Скорее всего, надо будет только подключить аккумулятор. В общем, начнем разбирать. Так, выключатель. Теперь аккумулятор. Так, это не подходит. Возьмем отверточку. С другой стороны. Снимаем часть с аккумулятором. И видим там аккумуляторы формата 18650. Тут какой-то силикон еще залит. Придется разобрать еще и ручку. Потому что провода идут в этом месте. Кнопочка. Кнопочка уже немножко тут поплавлена. Видно, что ее вскрывали. Наверное, она окислилась и перестала работать. Откроем, посмотрим, что там внутри. Мембрана. И вот эта мембрана окисляется. И вот, видно. Кто-то тут уже чиркал, чистил мембрану. На аккумуляторе имеется какая-то надпись. Вот такая вот аккумулятор. Аккумулятор 3,7 Вольт. Емкость 6,600. Три аккумулятора по 2,200 Вольт. Эти куски надо все убрать отсюда, чтобы мешались. Так, вот аккумулятор обобранный. Аккумуляторы стоят в параллель. Напряжение тут 0,12 Вольт. То есть, банки уже дохлые. Их нужно менять. Так, и еще мне интересно, как тут они заряжались. Так, надо понять, есть ли там внутри какой-нибудь зарядный контроллер. Поставим прозвонку. И попробуем прозвонить. Центральный контакт. Ничего нету. А боковой контакт. Так, тоже ничего нету. Получается, там, наверное, стоит контроллер заряда. Плохо, конечно, что он тут завальцован. Не хочется его портить, развальцовывать. Фонарь называется фонарь сигнальный осветительный. Экатон 10. Этот фонарь будет использоваться в домашних условиях. Этот фонарь используется в домашних условиях. И поэтому я сюда поставлю зарядку с microUSB, которая сейчас сильно распространена. Зарядка будет ставиться отдельно. А это значит, что контроллер, в принципе, и не нужен. То есть, нужен только плюс-минус к аккумуляторам, который будет включаться. И все. Так как зарядника, вот этого зарядника родного, его все равно нету. Он где-то потерян. Так аккумулятор можно уже соединить, так как он мертвый совсем. Плюс-минус. Ну да, раз есть термоконтроль, то значит и контроллер должен быть внутри фонаря стоять. Сейчас я подключу 4 вольта и посмотрим, работает он или нет. Акфанарь живой. Светит белый цвет. Теперь включим красный цвет. Вот он, красный цвет. Включаем зеленый. Что-то он не включается. Нужно заменить аккумуляторы. Вместо этих трех 6600 поставлю вот эти два. Они по 3300. И будет та же емкость 6600. Ну и зарядничек для литий-ионных аккумуляторов. Прибавим температуру. И будем паять аккумуляторы. В корпусе аккумулятора расположится вот так. Оплата зарядки выведу вот на эту сторону. Как-то вот так. Сверлим отверстие. Сверлим отверстие. Три штуки. И скальпелем делаем прорезь. Хоп. И неожиданная распаковка. Пришла посылочка с Китая. Я уже начал вскрывать. Сейчас посмотрим, что там. Это вот такая вот книжечка. Книжечка непростая. Книжечка с СМД-резисторами. Всякие разные номиналы. 1206. Получается от 0 Ом и заканчивая 10 МОм. Иногда надо СМД-резисторы определенного номинала. А их нету. А тут вот сейчас будет целая куча разных номиналов. Ну и еще тут пришли светодиоды. 7030. И СМД. Светодиоды. Маленькие. Разноцветные. Заказывал разных цветов. Белые, красные, синие. Зеленые, желтые. Вот такая вот посылочка пришла. Решила фонарик ставить вот такие аккумуляторы. Я их заказываю для шуруповертов. А вот эти аккумуляторы что-то стали подводить. Здесь емкость у них 2,5 мА. Здесь 3300. И они начали подводить. Чему-то попадается много брака. Как вот новые пришли, две недельки полежали. Я их все померил. И у них был большой разброс. Обычно они все заряжены напряжением 3,6-3,7 вольт. От 1,8 вольта и до 3,4 вольта. Много брака. И как будто у них саморазряд идет вот у этих аккумуляторов. Эти я заказывать больше не буду. Буду заказывать вот такие. И хоть у них емкость поменьше, но зато они намного надежнее и больше максимальный ток держат. Поставил новые аккумуляторы, в которых я больше уверен. Подключил плату зарядки. Проверим, что получилось. Включаем белый свет. Красный свет горит. И зеленый горит. Провод с датчиком температуры можно просто отрезать. Поставил аккумуляторы, корпус. Поставил платку. Теперь эту платку надо зафиксировать. Ну, в общем, как-то так. Еще нужно сделать индикатор заряда. Это светодиод. Тут на плате есть светодиод, но его будет не видно. Другой припаяю светодиод и выведу. В таких местах лучше работать керамическим пинцетом. Чтобы не перезамыкать тут все. Вот этот светодиодик уберем. светодиод светится. Значит, зарядка работает. Клей подсох. Теперь можно собирать. Сейчас проверим последний раз перед сборкой. зеленый свет, красный, белый. Получился небольшой косячок. Место, где вставляется разъем зарядный, тут мешает болтик. Можно, конечно, переставить платку немножко пониже, но я, наверное, сделаю по-другому. По-другому. все, теперь винтик не будет мешать зарядке. Ставим ручку. Подклеил кнопочку. Теперь прикручиваем заднюю часть. Ну вот и все, фонарик полностью готов. Проверим зарядку. Заряжается. Светодиод горит. Когда светодиод погаснет, аккумуляторы полностью заряжаться. Зеленый свет. Красный и сверху кнопочка белый свет. Все, фонарик готов. Можно пользоваться. там.